Время новостей на канале Первый Крымский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Очередная диверсия против полуострова в Херсонской области. Неизвестные повредили опоры линий электропередач, связывающих Крым и Украину. Сейчас я подошел к юристу, они мне объяснили хорошо, все, я довольный. Высококвалифицированная консультация от служителей Фемиды. В республике прошел день оказания бесплатной юридической помощи. Опоры двух высоковольтных линий электропередач, связывающих Крым с Украиной, в пятницу утром были одновременно взорваны. Еще две линии получили серьезные повреждения, но пока в рабочем состоянии. На объекты доставлены материалы и оборудование для ремонта. В республике приведены в готовность резервные источники питания, запущены в работу три мобильные газотурбинные электростанции. Минтопэнерго приносит извинения жителям Крыма за временные неудобства и призывает заранее подготовиться к возможным веерным отключениям. При наличии необходимо подготовить к работе резервные источники электроэнергии, зарядить аккумуляторные батареи, создать резервный запас воды. Также энергетики призывают к экономии в первую очередь в часы пиковых нагрузок с 7 до 11 дня и с 18 до 23 и отказу от пользования электронагревательными приборами. В результате повреждения опор линий электропередач в первую очередь пострадали жители Херсонской и Николаевской областей Украины. Об этом нашим журналистам сообщил по телефону один из сотрудников предприятия «Укрэнерго». Два района Херсонской области питаются от подстанции «Титан», которая находится в Крыму, непосредственно на территории Крыма. Помимо этого, две линии из четырех, по которым идет значение Крыма, они запитаны от подстанции «Каховская». Если они не будут работать, это нарушит нормальную схему работы самой подстанции, от которой зависит Херсонская и Николаевская область, около 40%. «Укрэнерго» приняло решение обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением предусмотреть средства на обеспечение охраны энергетического коридора, который идет на Крым. Также планируется в экстренном порядке разработать инженерные решения для недопущения разбалансировки энергетической системы Украины и обесточивания населенных пунктов левобережной части Херсонской области. Как сообщил глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак, работа по проведению энергомоста «Кубань-Крым» идет в строгом соответствии с графиком. Более того, он может быть введен в строй даже раньше намеченных сроков. «Мы работаем по графику, и до конца года мы должны ввести первую очередь. Работы идут в соответствии с планом. Может быть, мы не к первому января его запустим, а несколько раньше, на несколько дней. Сейчас мы работаем над этим вопросом». Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемым в деле об обрушении объездной дороги в крымской столице, директору, главному инженеру и мастеру компании, которая занималась строительством дороги «Симферополь-Дубки». Обвиняемые не проконтролировали соблюдение проектных решений, процесс производства строительных работ, а также не осуществили контроль качества строительно-монтажных работ. В результате 28 сентября прошлого года автомобиль, в котором находилось 8 человек, упал в 9-метровую яму, образовавшуюся из-за обвала грунта дорожного полотна. Погибло 6 человек, двое детей были госпитализированы. Обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, а также части 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование Уголовного дела продолжается. Также в пресс-службе ведомства сообщили, что под подозрение в незаконном предпринимательстве попал директор Центра планерного спорта «Коктебель». По данным следствия, Борис Небреев учредил коммерческую организацию, чтобы обезопасить себя, назначил директором предприятия свою родственницу. Она от его имени заключала договоры об оказании услуг на полеты, получала деньги и передавала их учредителю. Напомним, директора Центра планерного спорта «Коктебель» задержали после крушения самолета «Сесна». Авиакатастрофа произошла 4 ноября недалеко от «Коктебеля». Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Правовая защита, привлечение финансирования, получение господдержки и налаживание деловых контактов. Благодаря программе «Стартап-акселератор» у студентов появилась возможность расширить свои знания о ведении бизнеса. Вместе с ними предпринимательство учились и наши журналисты. Студентка Евгения Золян давно мечтала применить полученные в университете знания на практике. Узнав об одном из основных образовательных всероссийских молодежных форумов, которые проходят во Владимирской области, девушка поспешила представить там свой проект. Теперь ее научный труд профинансирован из федерального бюджета и находится в стадии реализации. У меня возникла идея еще на первом курсе создать при Крымском федеральном, но уже тогда Таврическом национальном университете бизнес-инкубатор. Но так как бизнес-инкубатор – это длительный процесс реализации своей идеи, то стартап-акселератор – это краткосрочная площадка для реализации своих проектов. И поэтому у меня возникла идея презентовать данный проект на территории «Смыслов» на Всероссийском форуме для его реализации. Для получивших образование при Украине подобные студенческие проекты вызывают здоровое чувство зависти. Однако расстраиваться не стоит. Для активных крымчан существуют и другие, не менее эффективные государственные программы. На сегодняшний день мы уже не ставим для себя исключительную цель именно только работы с молодежью, хотя это является, конечно, приоритетом, потому что это будущее. У нас, если говорить про нашу организацию «Опору России», у нас задача в поиске и реализации наиболее таких важных проектов. Они могут быть социальными, они могут быть предпринимательскими, они могут быть просто общественными. Благодаря подобным проектам отношение к образованию крымской молодежи изменилось. В приоритете теперь реальные знания, а не формально полученный диплом. Мы переживаем очень хороший, очень позитивный период в истории Крыма. Период, когда наконец-то у молодежи появляются реальные площадки для самореализации. Причем эти площадки, они в совершенно различных сферах. Не только если мы хотим заниматься бизнесом, развивать какие-то свои экономические проекты. Ориентированность молодежи на социальные программы «Обоснова на полуостров» реализует десятки общественных проектов. Наиболее активные участники которых становятся обладателями грантов. При этом крымчане не уступают конкурентам из других регионов, часто попадая в первую десятку различных всероссийских конкурсов. Дарья Коширина, Александр Смычек, Время новостей. В Крыму прошел день оказания бесплатной правовой помощи. Специалисты различных ведомств консультировали граждан по самым разным вопросам правовой направленности. Давали указания, куда обращаться и подавать жалобы, и как бороться с халатностью чиновников. За общением граждан и госслужащих наблюдал Эдуард Здоров. Единый день оказания бесплатной правовой помощи проводится регулярно по всему Крыму. В этот день каждый желающий, вне зависимости от социального статуса, может получить консультацию и разъяснение от служащих прокуратуры, юристов и судебных приставов абсолютно на безвозмездной основе. Вопросов всегда много и разных. К примеру, Анатолий Калеватых еще в 1963 году покупал жилье. Когда переоформлял его, то регистратор напутал с адресом. Вместо 11 дробь 1, в документах 1 дробь 11. Отсюда и трудности, которые уже несколько лет преследуют пенсионера. Сейчас я подошел к юристу, они мне объяснили хорошо, все. Я довольный. Куда обратиться даже сказали. Бесплатные консультации – это уже большой плюс. Но если граждане попадают еще и под льготную категорию, то им предоставят и бесплатную правовую помощь, вплоть до сопровождения дела в суде и доведения его до логического завершения. Бывают вопросы, допустим, хищения, каких-то еще других деяний, которые уже должны, скажем так, обрабатываться специализированными органами, квалифицирующимися в этой сфере. Допустим, прокуратура, МВД и так далее. Мы, соответствующим образом, по этому поводу консультируем, даем ориентировку, куда лучше обратиться. Людей, желающих получить консультацию, немало. Формируются целые очереди. Но консультанты готовы и к ним. К нам уже обратилось порядка семи человек. Данные вопросы мы освещали. Порядок взыскания алиментных платежей, исключение имущества из акта описи, порядок подачи исполнительных документов. Похожие мероприятия Министерство юстиции проводят еженедельно. Но по закону бесплатную правовую помощь могут получить лишь некоторые социальные слои населения. Это главное отличие от единого дня приема, когда консультируют абсолютно всех. Мы готовим к внесению в этот законодательный акт изменений в плане расширения категории лиц, имеющих право на получение бесплатной правовой помощи, а также расширение круга дел, по которым они могли бы получить такую помощь. А пока единые дни оказания бесплатной правовой помощи будут проводиться регулярно. Узнать конкретные даты можно на официальном сайте Министерства юстиции Республики Крым. Эдуард Здоров, Игорь Романенков, Время новостей. Помощь юристов сейчас точно не повредит пенсионерке из Бахчисарая. Она может остаться без крыши над головой. Как оказалось, приватизация квадратных метров далеко не гарант спокойной старости, а только начало борьбы за место под солнцем. Под выселение попали несколько семей, проживающих в общежитии на улице Ракицкого. А вот баланс из держатель здания уверяет, претензии жильцов ничем не обоснованы. Екатерина Сабинина выслушала мнение сторон. Сколько я писала, писем это же не все. Сколько я стучусь в двери, что помогите ради бога. Я же заработала это мозолям и горбон, эту комнату. Столько писем, столько всего, а в Бахчисарае стена стоит. Эти 19 квадратных метров Ольга Никитчук получила от Бахчисарайского консервного завода. Трудно представить, но женщина много лет работала там грузчиком. За усердный труд получила ордер на жилье в общежитии. Первые проблемы начались в 2011 году, рассказывает пенсионерка, когда жильцы дома решили приватизировать жилье. Люди утверждают, кто-то изменил списки и вместо реальных жильцов в них появились так называемые мертвые души. И вот началось такое, что эта жирнировская приватизировала мою комнату. А почему они считают, что это моя, если я прописана комната 33 и живу 33? А то, что они поменяли нумерацию, пускай директор завода и предоставляет этой жирнировской 31. Раз они ей пообещали, что дадим комнату 31, вот и пускай ей дают, пускай отстанут от меня. А вот комендант общежития уверяет, комнаты здесь никогда не были пронумерованы. Людям выдавали койко-места. А когда пришло время узаконить жилье, решение принимали в БТИ. Был список один-единственный, который находится в БТИ. Он зарегистрирован и никакого отклонения никаких не было у нас. Ольга Никитчук показывает документы. Согласно акту обследования ее жилищных условий, который датирован августом этого года, она проживает в 33-й квартире с 1997 года по настоящее время. Это подтверждают и соседи. А этот акт сделан уже в октябре. Там указано, Никитчук незаконно вселилась в 31-ю комнату, поскольку прописана в 33-й. А по данным технического паспорта БТИ, в общежитии Паракитска, 18, вообще всего 32 комнаты. Уже несколько лет женщина обивает пороги различных инстанций и судов. Как оказалось, проблемы с приватизацией стали только началом. Пенсионерку ожидал новый сюрприз. Ее комнату продали. Причем сделку купли-продажи, уверяет Ольга Никитчук, провели не по месту жительства в Бахчисарае, как это положено по закону, а в Севастополе. Новую владелицу своей комнаты женщина знает лишь по документам судебного дела. Молодая девчонка живет в село Аграрное Симферопольского района, якобы студентка. Студентка, она не студентка, я ее ни разу не видела. Она только пишет, что приехала с учебы, заходит якобы в свою комнату, хотя она тут ни разу не была. Заходит в свою комнату, и я самовольно уселилась. Но если она считает, что она пришла с учебы, и тут чужая бабка в ее комнате, она должна была тут же звонить милицию, полицию, караул, что такое. Такая ситуация произошла не только с Ольгой Никитчук. Под угрозой выселения оказались еще несколько семей. У меня была такая же ситуация, что и у Никитчук Ольги Николаевны. Была изменена номерация моей квартиры, были прописаны туда посторонние люди, оформили на право собственности на мое жилье, а на меня подали на выселение, чтобы я освободила, якобы я незаконно занимаю это помещение. Жильцы уверены, их дом кому-то приглянулся. Он находится в центре, рядом же до вокзал и рынок. Поэтому их просто пытаются выжить, говорят люди. Но комендант уверяет, их просто испортил квартирный вопрос. Гражданам хочется дополнительных площадей, они также включены в список на приватизацию, но по одной комнате. Но они хотят дополнительных и вводят такую вот, понимаете, неразбериху. Но решением суда им уже все объяснено, все решения судов в пользу консервного завода, все соответствует, им отказано в полном объеме. Кстати, самому заводу это общежитие как кость в горле. Здание до сих пор числится на их балансе. Содержать его возможности нет. Мы уже еще в 2013 году отдали документы, чтобы его взяли в муниципальную собственность. Его никто не берет. Документы мы отправили все. В Бахчисарайском городском совете от комментариев отказались, а в устной форме посоветовали обратиться к балансодержателю здания, то есть к руководству консервного завода. Жители общежития надеются, что этот замкнутый круг смогут разорвать только служители Фемиды. Поэтому и дальше будут отстаивать право на квадратные метры в суде. Екатерина Сабинина, Александр Чукалов. Время новостей. Бахчисарай. О решениях морского совета полуострова и уникальной иконописной выставки мы расскажем далее. Не переключайте. Перед нами сегодня с вами стоит задача сохранить для потомков уникальное историческое наследие, создать обобщенную базу данных для ученых. Раскрывая тайны черноморских глубин в столице республики прошло заседание морского совета. Он разработал уникальную технику точечного письма. Ее еще называют «жемчужное письмо». Кузнецовское письмо в крымской столице. В Симферопольском художественном музее открылась выставка уникальной иконописи. В Крыму появится карта кораблей, затопленных 100 лет назад. А печально известное судно «Херсонес», которое из-за спора хозяйствующих субъектов едва не превратилось в груду металла, весной 2016 года выйдет в плавание. Полным ходом идет его ремонт. Что еще обсуждали на заседании морского совета, знают наши журналисты. Корабли, которые участвовали в сражениях Первой мировой войны и Великой Отечественной. Старинные городища, затопленные еще до нашей эры. Черное море хранит множество тайн. В одном только Керченском проливе около 400 затонувших суден. Но они не защищены. Ежедневно размываются водой, привлекают внимание грабителей. В сентябре президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочих групп по сохранению, изучению и популяризации объектов культурного наследия Крыма. Специалисты Черноморского центра подводных исследований нашли и изучили более тысячи затонувших кораблей. Сейчас решили создать геоинформационную систему полуострова, то есть карту с информацией об уже обнаруженных на дне морском суднах. Рельефы состояния дна, сверху под пласт, природные процессы угрожающие. Это может быть эрозия, гидродинамика, изменение климата, дальше исторические события или процессы, связанные с этим регионом. В России действует федеральная целевая программа «Мировой океан». Существует единая система исследования морских глубин. Вместе они позволяют сохранить объекты культурного наследия. Крым в них пока не включен. Нужно просто, чтобы это включили в федеральную целевую программу «Мировой океан». Эти вопросы включили. Мы будем обращаться в Министерство культуры Российской Федерации, которое, я думаю, окажет нам поддержку в этом вопросе. Перед нами сегодня с вами стоит задача – сохранить для потомков уникальное историческое наследие, создать обобщенную базу данных для ученых, работающих в сфере подводной археологии и морской истории. Судну Херсонес повезло быть спасенным одним из первых. С 2006 года парусник не использовался. Из-за спора хозяйствующих субъектов все его механизмы пришли в негодность. Уже сейчас на нем ведутся ремонтно-восстановительные работы. Предварительная их стоимость – примерно 90 миллионов рублей. Меняем полностью камбус, меняем навигацию всю полностью, систему навигации, потому что она устарела и уже не эксплуатируется в таком виде, какая есть. Ну и, соответственно, мачту нам придется, грот мачту менять, она сгнила вся до основания. Херсонес выйдет в плавание в мае следующего года. Уже определено, кто станет его капитаном. А будущая команда проходит интенсивную подготовку. Местом постоянной дислокации корабля станет Севастополь. Он будет заходить и в другие прибрежные города Крыма. А вот в порт Керчь, в котором гнил не один год, больше не вернется. Мост, который прокладывается через Керченский пролив, слишком низок для судна. Татьяна Ханкота, Олег Черемисин. Время новостей. Слушаний по делу о скифском золоте не будет, во всяком случае, пока. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на официального представителя суда города Амстердам. На данный момент тяжба продолжается, но в формате переписки через суд между всеми заинтересованными стороны. Следующий этап разбирательства ожидают 30 декабря, когда появится их очередная письменная реакция. Напомним, в ноябре 2014 года Крымские музеи подали иск в отношении университета города Амстердам с требованием вернуть им коллекцию артефактов, которая попала в Нидерланды в рамках выставки. Скандал с экспозиции возник после воссоединения Крыма с Россией, когда о своих правах на древности заявила Украина. После этого университет Амстердама принял решение приостановить процедуру возвращения ценностей в Крым до разрешения всех юридических споров. Насколько сладкой стала победа тогда, 70 лет назад, и насколько горькой была сама война, достоверно знают лишь те, кто все видел своими глазами. Один из таких людей Иван Иванович Робок, ветеран Великой Отечественной, участник освобождения Крыма, кавалер двух орденов славы. Сегодня мы хотим напомнить о том, что благодарить героев за мирное небо стоит не только в день победы. Животрепещущая история войны за жизнь устами нашего героя. Далее. Иван Иванович Робок принадлежит к поколению, которому выпала нелегкая судьба. Четыре года он потерял мать, а с мачехой отношения не сложились, как и не сложилось получить хоть какое-то образование. Программа и общеобразовательная, и по специальности, и военная. В общем, насыщенность была большая, очень даже большая. Уже был военный рук у нас, уже солдатскую форму нам дали, БУ. Уже что-то какое-то было предчувствие. Понимаете? Мы уже там изучали даже винтовку. А дальше – объявление войны. Его старшую сестру увезли в Германию. А самого отправили в концлагерь под Каховкой. Оттуда он сбежал с двумя товарищами. Мы трое суток шли домой. И шли только ночью. Днем нельзя было идти, потому что везде немцы ездили на машинах, на мотоциклах. Будущий солдат Красной Армии снова вернулся домой. Но ему пришлось пять дней скрываться в яме до освобождения села. Помог ему отец, причем прятал не только от немцев, но и от мачехи. Боялся, что она расскажет фашистам о побеге сына. А уже через неделю молодого человека вызвали в военкомат. С ноября месяца мы по март месяц учились в школе младших командиров. Где-то было, понимаешь, нас человек около двухсот там учились. Так школа младших командиров так и называлась. Нас шесть человек всего получили звание там старший сержант. В том числе и я получил. Свой боевой путь Иван Иванович начал в минометном подразделении одной из дивизий 4-го украинского фронта. Воевал на юге Украины и освобождал Крым. Я непосредственно освобождал Армянск, Перекоп, Армянск, понимаешь, и потом дошли до самого Симферополя. Сильнейшие бои были. Мы быстро оттуда выбили фашистство с Армянской, пошли. За освобождение Симферополя и штурм Сапун-горы Иван Ивановича наградили первым орденом славы. Боец ценит свои медали и дипломы и не забывает, какой ценой они достались. В 18 лет ранения, контузия, седые волосы. Успел он побывать и в Прибалтике. Там ходил в разведку и за боевые успехи был награжден вторым орденом. Мне еще 19 не было. Я уже имел два ордена славы, но я уже остался жив, у меня голова на плечах, и я славный возговорю, так же, как славный всегда. Ивану Ивановичу 91 год, но он и сегодня в строю. Активный участник всех мероприятий. Шефствует над Симферопольской школой номер 37. Прививает детям чувство патриотизма. Все это время вместе с ним незаменимый помощник и поддержка. Супруга Капитолина Петровна, с которой они вместе уже 66 лет. Первая встреча, первое знакомство, и вот по сегодняшний день. С первого взгляда. Ветеран Великой Отечественной награжден десятками медалей. Все заслужено, все за солдатскую доблесть и размененную на войну юность. Старые фотографии иногда возвращают его в непростую молодость, но он предпочитает жить сегодняшним днем. Екатерина Зоева, Алена Шамина и Александр Чукалов. Время новостей. Своей уникальной техникой этот иконописец не только придает святому образу новое современное звучание, но и облегчает путь для молящегося или просто для зрителя. В Симферопольском художественном музее открылась выставка икон Юрия Кузнецова, создателя собственного направления в православной живописи. Об особенностях работ художника расскажет Анжелика Забгородняя. Основу православной иконы составляет канонический образ. Традиционно пишется лик и руки, а пространство, окружающее фигуру святого, его одежды и рамы на иконе дописываются с помощью особой красочной росписи. Он разработал уникальную технику точечного письма, её ещё называют жемчужное письмо. Он кладёт маленькие капельки темперы, одну накладывает на другую, иногда более 30 слоёв. И каждая капелька, особенно на крупных иконах, она становится выпуклая, как маленькая жемчужинка. Каждая икона создавалась не просто так. Это был процесс переживания того жизненного пути, который прошёл сам святой. И даже цветовая гамма выбрана не случайно. Каждый из цветов имеет определённую символику. Икона Александра Невского, она имеет разные оттенки розового, от нежного до тёмного и голубые вкрапления. Это сила, сила духа, мужская сила. Только на написании первоначального красочного слоя, который впоследствии почти не виден, уходит от трёх до четырёх дней. Благодаря богатству цветовой палитры привычный образ играет новыми красками. Николай тут чудотворец, обычно суровый взгляд, суровый лик. И он сделан в жёлтых тонах, в светлых, в солнечных. И суровый взгляд, он как бы смягчает сами вот эти краски икон, такие художник применил. Настя хорошо знакома с подобной техникой иконописи. Девушка долгое время училась в художественной школе и даже пробовала сама писать иконы. Признаётся, было непросто. Поэтому отдаёт художнику дань уважения. Мне очень понравилась эта выставка, особенно картина «Святая троица». В ней глубокое сочетание красок, ну, необычно, очень ярко. Пытается, художник пытается выразить своё духовное состояние, мне кажется. Ну, это не просто рисунок. Красота икон Юрия Кузнецова не оставляет человека равнодушным. Выставка продлится до 26 января. За это время насладиться красотой шедевров может каждый. Анжелика Завгородняя, Дэмзи Мейзли, Время новостей. И на этом всё. Увидимся в следующем выпуске. Не переключайтесь. Узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова